Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Я заказала в этот раз слишком много и никак не могла уместить перед собой. Пришлось все это сверху накладывать. Бургеры вообще закопала в картошке фри. Вот такие вот роллы, называются инь-янь. Правда, они какие-то маленькие в этот раз мне сделали. Ну да ладно, и дофига наггетсов и напиток. Кстати, даже не уместила соевый соус, васаби и так далее. В общем, настроение у меня сегодня исчезло нерадужное, нехорошее настроение. Дело в том, что у меня опять проблемы с квартирантами, которые живут на моей квартире. У них сломалась стиральная машина. И теперь мне надо покупать им новую стиралку. Вчера вечером позвонила мне девушка, которая у нас снимает, и сказала, что стиральная машина не работает. Изначально она была БУ. И поэтому, когда многие меня просили сразу скинуть контакты, место, где я купила эту стиральную машину БУ по очень бюджетной цене, я не скидывала. Дело в том, что они дают гарантию. Гарантия ровно 2 месяца. Но дело в том, что ровно 2 месяца как раз-таки прошло, и она перестала работать. С этой стиралкой были еще и другие проблемы. Сначала мне привезли вообще неисправную. Потом мне ее поменяли. А сейчас я не могу обвинять своих квартирантов, что они вот за 2 месяца мне стиралку испортили. Дело скорее в стиралке самой. Сходила по магазинам. Приценилась, посмотрела новые, сколько стоят. Цены, кстати, подскочили, я вам так скажу. Я помню, когда мы покупали холодильник, летом цены были значительно бюджетнее, нежели сейчас. То есть тихо-тихо все дорожает. Опять в БУ я покупать не буду. Либо надо найти хорошего специалиста, который починит эту стиральную машину, либо уже покупать новое. Так как изначально я собиралась эту квартиру сдавать, поэтому я решила сильно не растрачиваться и купить все использованное. Ну, как мы с вами понимаем, зачем люди продают стиральную машину, когда что-то сломалось, что-то починили, продали. Вообще, я поняла, что технику не стоит покупать поддерживаю. Мебель можно. Все что угодно можно купить, но только не технику. Это я поняла. И вам как бы тоже урок. Как говорится, дураки учатся на своих ошибках, а умные люди на чужих. Так что делайте свои выводы. Если купить новую стиралку, то мне надо 2 месяца. Чисто то, что они платят, будет уходить на стиралку. Точнее, я куплю. А потом уже их не денюжки. Их денюжки уже пойдут на стиралку. Получается, 2 месяца я останусь без квартплаты. Уже тяжело это осознавать. Настолько привыкла. Они сегодня уже вызвали специалиста. Специалист сказал, что на ремонт уйдет 200 манат. 200 манат это немало. Это 8 тысяч рублей. Я прошу вас, пожалуйста, в комментариях поделитесь своим опытом. Стоит ли ремонтировать стиральную машину или все-таки стоит купить новую. Я боюсь, я сейчас отдам 8 тысяч эти 200 манат. А через 2-3 месяца она опять крякнет. Еще что-то произойдет. Может сразу стоит купить новую. Я адекватный человек. Я понимаю, что это не вина квартиранта. Одно дело, например, в диване появилась дырка. Или огромное пятно. Но это понятное дело, что вина квартирантов. А если стиральная машина за 2 месяца испортилась, сломалась, значит, и изначально она была в таком состоянии. Я почему-то думала, что я сдам квартиру. Каждый месяц буду получать денежки. И ни о чем не запариваться. Все будет просто как по маслу. Какой соус вкусный вот этот. Мне столько картошки положили. Мне столько ее... Даже вот здесь осталась картошечка. В общем, вот такие вот дела. Я сейчас немножко расстроилась. Хоть я стараюсь вам это не показывать, но все равно. В любом деле есть свои минусы. Если взять деньги, положить в банк и получать проценты, в конце твоей денежки съест инфляция. Вкладываешь в недвижимость, даешь. Здесь есть тоже какие-то погрешности. Салатик, конечно, вообще топчик. У меня здесь освободилось местечко. Наш любимый соевый соус на свое место. Кстати, в комментариях под позапрошлым видео спрашивали про то, что мой брат общается ли с моим парнем. Знакомы ли они лично. Многим интересна эта тема. В общем, что касается моего брата, моего парня. Они общались по соцсетям. В инстаграме общались одно время. Так неплохо. Но мне кажется, в дальнейшем они как бы дружить не смогут. Потому что они очень разные люди. Хотя, чем черт не шутит. Личного знакомства у них пока что не было. Если бы мой брат жил вместе с нами, то, конечно же, это личное знакомство обязательно бы состоялось. Но так как он живет в России. Мой парень никогда в жизни не был в России. Я просто кайфую. Это нереально вкусно. В позапрошлом, кстати, мукбанке я попробовала эти бургеры. Они обалденные. Просто, к сожалению, пока мне их везли, они настолько мягкие, что они помялись. У моего папы есть такая политика. Типа, если это твой родственник, то ты обязана с ним общаться. Позвони тому-то. Поздравь его с днем рождения. Позвони этому. Я, например, папе говорю, но я не хочу с ними общаться. Папа говорит, ну и что, что ты не хочешь? Это твои родственники. Ты обязана. Так вот. У меня нету такого понятия. Я не считаю, что, например, мой брат и мой парень должны быть лучшие друзья, прям брательники и так далее. Во многих вещах они мыслят по-разному. Очень во многих вещах. Поэтому не думаю, что прям они будут такие брательники. Пару раз они общались. Мой брат, например, вообще не знает слова на азербайджанском. Вообще не говорит по-азербайджански. Он знает лезгинский и русский. Мой парень знает и говорит по-русски, но больше всего употребляет азербайджанский и английский. А эти языки вообще не знает мой брат. Как я учила азербайджанский язык, это вообще нечто было. Мы переехали сюда. У меня была соседка, которая очень хотела выучить русский язык. Ну, там для работы где-то понадобится. И она мне говорит, как раз ты не знаешь азербайджанский. Я тебя буду учить азербайджанскому, а ты меня будешь учить русскому. И мы вот так вот на пальцах с ней общались. И в конце так получилось, что я знаю азербайджанский, а она так и не выучила русский. Не знаю, как так получилось. Возможно, я просто вокруг себя слышала азербайджанскую речь. Хочешь, не хочешь, какие-то слова я запоминала. И уже потихоньку-потихоньку мы начали с ней общаться. Вкуснотища. Вообще, чем больше языков знаешь, тем лучше я бы хотела, чтобы мой ребенок учился сразу на английском. У нас рядом с домом есть English School. Для меня, мне кажется, самое главное знание языков. Я бы очень хотела, чтобы мой ребенок знал минимум 4 языка. Мой родной язык, хотя мой парень против, чтобы он знал мой родной язык. Он говорит, зачем этот язык нужен, он нигде на работе не нужен. Лизгинский язык. Ребенок должен знать, кто он должен знать свои корни. В общем, русский обязательно. Обязательно русский. Азербайджанский. Обязательно. Азербайджанский. И вот эти языки. Вы знаете, когда у тебя вот этот период обучения и все такое, вот реально ты дурак. Вот у нас была учительница по английскому, она просто говорила, посидим тихо, не будем ничего делать. Вы только молчите. Если кто-то зайдет в кабинет, сразу делаем вид, что мы что-то проходим. И мы так радовались, так обожали эту учительницу. Вот она такая классная. А сейчас я понимаю, какими дураками были реально. мы радовались тому, что нас ничему не учат. А сейчас мы платим деньги, чтобы чему-то научиться. А ничего, что то же самое нам преподавали абсолютно бесплатно. Я иногда парню говорю, давай ты будешь со мной разговаривать только на английском. И когда он начинает базарить, я такая, стоп, ладно, переходи на русский. Уговорил. Так как он учился четыре года на английском, он использует такие слова, которые никогда в жизни моя учительница по-английскому не употребляла. У него какой-то сленг, там, не знаю, сокращает все. жаргон. Мне кажется, с ним очень легко можно выучить английский. Но если у тебя реально есть желание, если мы будем жить вместе. например, налей мне, пожалуйста, чай. Один раз он сказал, два раза, три раза. На десятый раз я уже запомню. В быту какие-то вещи. Просто когда я ему говорю, научи меня английскому, он прям любит кого-то учить у меня, парень. Он все домашнее задание, то, сё. На следующий день начинает меня казнить, что что-то это не выучила. Я такая, я снимала мукбанг. Это моя работа. А вы знаете, что англоязычные блогеры, если, например, я снимаю свой контент на английском языке, я бы зарабатывала в семь раз больше. В семь, прикиньте. Это какие показатели. Я реально обожралась. Сейчас встану, начну решать вопросы, искать новую стиралку, либо надо починить эту. А с вами уже буду прощаться. Время уже длится 20 минут. Постараюсь сократить так по максимуму. Всех люблю. Пока.